Валдайский форум Почти дословно Карабах часть Армении и точка Ну во-первых это мягко говоря ложь Карабах всем миром равнинный, наборный Признан как неотъемлемая часть Азербайджана Армения сама не признает Это незаконное образование Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей Так что Карабах это Азербайджан И восклицательный знак Как армьяне попалы на Кавказ С распадом в двадцатом веке империи, называемой СССР, в мировой истории были опровергнуты многие стереотипы и поддельные концепции в годы советской власти Историю территории современной Армении Как правило, писали проармянские и армянские исследователи, выдвигающие теорию существования древней или Великой Армении При этом велась последовательная работа по фальсификации фактов Имеющих место в истории проживающих в этой местности таких народов Как евреи, греки, урартийцы, айсаоры, ассирийцы, персы, грузины, албанцы, и особенно, древние тюрки, прямыми потомками которых являются азербайджанцы Заметим, что в мировой истории сложно найти более запутанную и сфальсифицированную историю, чем история Армян То же самое можно сказать и об их этногенезе Это отмечали в своих исследованиях многие армянские ученые и европейские исследователи Так, известный армянский языковед Манукабигян подтвердил, что армянский язык, как и армянское племя, является гибридным Алфавит, представленный сегодня как армянский и служивший миссионером для распространения христианства На самом деле был алфавитом народов, проживавших в Передней Азии И со временем исчезнувших с исторической сцены Отметим, что так называемый создатель армянского алфавита Мисроп Маштац Существование которого под большим вопросом и не подтверждается серьезными источниками Также был христианским миссионером и никогда не проживал на территории современной Армении История Хаев была приобщена к мировой истории, в частности к христианским Евангелиям И мифологическим преданиям разных народов, основные герои которых послужили прототипами вымышленных армянских персонажей О местности использованы в фальсифицированной истории Работу отца истории Хаев, летописца V века Мавсея Сахаринацы История Хаев, несмотря на то, что на армянском она называется «Патмут Юн Хаес», то есть «История Армен» На русский была переведена как «История Армении» Многие армяноведы считают каракулями, носящими компелитивный характер, состоящими от начала до конца из анахронизмов Удивительным представляется утверждение армянских историков о существовании Эчмядзинского монастыря с начала IV века И появление алфавита Хаев с начала V века В то время как самая древняя рукопись истории Хаев Мавсея Сахаринацы датируется не ранее, чем XIV веком Это объясняется тем, что в этих рукописях Армянские религиозные деятели Время от времени подгоняли все периоды своей истории В соответствии с периодами истории народов и государств региона В Европе история Мавсея Сахаринацы впервые была переведена и издана в 1695 году в Амстердаме Западные ученые Лакроза, Карриери, Мартен, Гудшмидт, а также армянские исследователи Мин, Керопи Папканов, Григорий Халатьянц, Гара Гашьян пришли к такому выводу Что, переписав исторические факты о бурартийцах, о сирийцах и медийцах, отраженных в Библии произведениях таких древнегреческих ученых, как Страбон, Геродот, Ктесия, Ксенофонт, Мавсея Сахаринацы представил в своей книге «История полководцев» и исторических личностей этих народов в Хайме, о территории, Хаястаном Известный армянский историк Аракел Бабаханян указал, что в книге «История Мавсея Сахаринацы» за 1800-летнюю историю потомков Хайка, из династии Хайказянов, было упомянуто 59 имен государей, из которых 32 имени было просто упомянуто без указания времени их правления Аракел Бабаханян утверждал, что считающийся отцом истории Армян Мавсея Сахаринацы, подогнав историю под Евангелие, тем самым оказал искусственную услугу христианству Это лишний раз также доказало, что он не являлся преданным летописцем династии Хайказянов Таким образом, Аракел Бабаханян приходит к выводу, что написанная Мавсисом Харинацы история является выдуманной историей Другой армянский историк Бахше Ишханян указывал на то, что территория Великой Армении простиралась за пределами России в Малой Азии Русский исследователь Александр Анненский писал о том, что произведения авторов Мар, Аббас, Катина, Агафангел, Зинобри Главк, Фавстоз Бузант, на которые ссылался Мавсея Сахаринацы, были подвергнуты сомнению И отрицается как исторические источники со стороны европейских армяноведов Другой русский Кавказовед Иван Шопен, исследуя произведения древних авторов, пришел к выводу, что Хайказ и армяне разного происхождения Утверждается, что якобы в XII веке до н.э. предки армян вместе с родственными им племенами фраков-регийцев переселились из Балкан в Малую Азию, а именно, на территорию между реками Тигра и Фрат Согласно мифологическим преданиям, потомки Гайка, Хаи, одержавшие победу над ассирийским царем Беллином, поселились в ареале бассейна Азера Ван, которая тогда называлась Хаяся, Хаястан Проживавшие на территории Плоскогория Армении, Армении, в Анадолу, в районе бассейна Озера Урмин на Кавказе, Хаи, смешавшись с хуритами, присвоили себе наследие и историю исчезнувшей к тому времени племени армян Которые по происхождению являлись тюрками-субарами или метанами В результате, в настоящее время одна и та же нация имеет два названия Сама себя называет Хайме, а другие называют ее армянами Следует заметить, что этноним Армин распространен не только в Анадолу и на Кавказе, но также в Средней Азии и Забайкалье, Эрманские горы Современные армянские, европейские, русские и даже некоторые азербайджанские историки, описывая историю Южного Кавказа и Передней Азии И ссылаясь на подтасованную историю о все сохренации и другие сфальсифицированные исторические книги армянской церкви Тем самым соглашаются с тем, что современная территория Армении является древней армянской землей Однако, частичное переселение армян на территории нынешней Армении началось в 1441 году Когда в период правления азербайджанских эмиров Гарагуинулу, Ктолик Асад был перенесен из Киликии в церковь деревни Учкилса, недалеко от города Ириван Благодаря финансированию европейских государств, приобретались земли вокруг этих церквей И там стали появляться первые армянские поселения Определенный интерес представляют документы о купле-продаже земель Эчмиадзинской церковью азербайджанцев Представленные в произведении Джамбар Эчмиадзинского католикоса Симеона Ириванца И книги историка Папазиана Составленном им на основе хранящихся в Матинадаране документов о купле-продаже Где указано, у кого, когда и за сколько были приобретены принадлежащие азербайджанцам земли На самом же деле, армянский этнос на территории Южного Кавказа поселился позже остальных В те времена, когда здесь хозяйничали древние тюрки, саки, скифы, кемерийцы, гунны, барсилы, огузы, копчаки Армянского следа на Кавказе не было вовсе Об этом свидетельствует и армянский историк Карен Язбаш Ян, который отмечал, что тюрки не являются пришлыми племенами А жили в Кавказском регионе за долго до прибытия сюда сельджуков Расселение тюрков в Малой Азии и Балканах наблюдалось в IV-VII веках А к VIII-X векам этот процесс приобрел массовый характер Армянский историк отмечал также, что в период Арабского халифата и мирами приграничных регионов Как правило, выбирались предводители тюркских племен После оккупации Риванского ханства Царской России и подписания Туркманчайского 1828 год и Адрианопольского 1829 год Договоров Началось массовое переселение армян из Ирана и Турции на территорию современной Армении Таким образом, исследования многих ученых и следователей доказывают, что современная республика Армения и ее столица Ереван Не является исконной армянской территорией, а издревле принадлежит тюркам-агузам